В интервью телеканалу NHK Камила Валиева впервые прокомментировала свое допинговое дело. В конце января Камила Валиева получила окончательное решение по допинговому делу. Спортивный арбитражный суд СИЕС наложил на спортсменку четырехлетнюю дисквалификацию с момента взятия положительной пробы. 26 декабря 2021 года. Сама фигуристка ни разу не комментировала именно допинг-дела. По разрешению все того же СИЕС, выездной панели, которая заседала на Олимпиаде, она продолжала соревноваться и боролась в России за самые высокие места, но произошедшее на играх затрагивала лишь мельком. В документальном фильме японского телеканала NHK Камила впервые высказалась о ситуации прямо. 45-минутный ролик посвящен не только ей, скорее, группе Этери Тутберидзе в целом. Но, конечно, центральным сюжетом и для нас, и для японцев стала Валиева. Со своей стороны могу сказать, что не принимала допинг сознательно, начала Камила. Я старалась все максимально делать. Мы проходим курс Русада, я старалась максимально следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, ради которого ты так долго об этом мечтал. И приехал, и, к сожалению, получил другие эмоции, другое отношение. Фигуристка также объяснила провальное выступление в личном Олимпийском турнире, выиграв все старты сезона 2021-2022. Она финишировала лишь четвертый, вслед за Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Каори Сакамото. Если я понимала, что не делаю сальхов, и не делаю аксель, а тем более я не сделала тулуп, надо было оставить этот тулуп и не пытаться дальше делать этот то ли двойной, то ли тройной сальхов, и пойти уже дальше катать с тройными. А я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки. Наверное, в тот момент я и сдалась, рассказала Валиева. Она вспомнила и гнетущую атмосферу на тренировках, где стали собираться журналисты после появления информации о допинг-пробе. До этого не было фотографов, а тут вся арена тренировочная с фотоаппаратами, все фотографируют и выкладывают сразу то, как ты упал. Продолжение следует...